алло всем добрый вечер поставьте пожалуйста в чате плюсик если вы меня хорошо слышите и видите так плюсики плюсики вижу очень много плюсиков здорово светлана вы поставили минус интересно откуда вы узнали что у меня не слышите и не видите нужно ставить плюсики и минусы посмотрите может быть у вас что-то с настройками аудио попробуйте что-то сделать вижу достаточное количество плюсиков надеюсь что большинства людей все хорошо но сегодня немало участников вижу что такое уже активное началось обсуждение в чате что именно вы сегодня узнаете хорошо что вы уже начали общаться давайте теперь общаться вместе я для начала представлюсь меня зовут ольга я преподаватель школы skyeng и сегодня расскажу вам о том как организовать свою работу по изучению английского как заниматься эффективно для того чтобы говорить по-английски естественно так стало очень много сообщений что все исчезло и не видно попрошу организаторы написать видно ли меня так видно ну значит пожалуйста мария организатор посоветуйте что-то тем участникам кто меня не видит мы будем начинать как вы знаете тема наша сегодня как разговаривать на английском более естественно и мы рассмотрим следующие вопросы что делает речь не естественной то есть от чего нам нужно избавляться там как с этим бороться самостоятельно мне как могут помочь профессионалы вот постараемся на эти вопросы ответить и те кто меня не видит вот смотрите вам совет от модератора в чате перезагрузите страничку надеюсь что все станет хорошо для начала я скажу несколько слов о том собственно какую школу я представляю эта школа skyeng которая сейчас является самой крупной в россии снг у нас 480 преподавателей около четырех тысяч семиста учеников приходит нам ежемесячно и вот смотрите какое большое количество уроков мы уже провели наверное как к окончанию вебинара добавится еще сотня другая уроков потому что это время одно из самых популярных студенты которые приходят к нам замечают что формат занятий удобный можно выбрать время такое какое вам подходит есть большое разнообразие среди курсов уровней и так далее мы подбираем преподавателя не только по принципу у кого есть свободное время но и по психологической совместимости студенты и преподаватели обычно имеют что-то общее общий интересы и общий психотип и уникальная платформа для занятий которая позволяет вам эффективно использовать время на уроке и получать немало пользы итак начнем с того что звучит неестественно да как вы помните первый вопрос который мы хотели рассмотреть что помогать распознать иностранца наверняка вы все встречались с людьми которые говорят на русском как не родном вот подумайте об этих людях или может быть слышали людей говорящих на других иностранных языках тоже как на не родном как вы думаете что помогает распознать иностранца акцент подбор слов построение фраз интонации или ошибки у нас для этого есть голосование вот нам его сейчас запустили пожалуйста выбирайте вариант который вам подходит так или что очень много голосуют за первый вариант за акцент построение фраз тоже же построение фраз уже перегоняет так пока у нас идет борьба за первое место между акцентом и построением фраз и построение фраз уже уверенно лидирует к акценту приближается подбор слов интонации и ошибки пока много вариантов не набирают итак выходит что самый популярный ответ у нас построение фраз одинаковое количество акценты подбор слов интонации к ним приблизились вот только ошибки как-то не очень выдают иностранца ну я думаю все проголосовали мы можем вернуться к презентации и рассмотреть все эти признаки насколько они действительно влияют ну во первых акцент есть у всех когда мы учим иностранный язык мы обнаруживаем что оказывается все носители этого языка говорят по-разному в зависимости от например места проживания и акцент есть у людей которые говорят на этом языке как иностранном но это не всегда им мешает добиться успеха используя этот язык мы сейчас с вами посмотрим коротенькое видео посмотрим на акценты региональные и послушаем несколько людей неносителей которые прекрасно пользуются английским своих профессиональных целях вы потом когда получите презентацию в рассылке сможете по ссылкам посмотреть на всех мы сейчас посмотрим буквально парочку пожалуйста прошу включительным видео наверное давай lime нам мире Spain невин она dealing spielt и Продолжение следует... Так, уважаемые участники, напишите, пожалуйста, вам видно ли видео? У меня оно немножко зависло. Да, это значит видно. Ну, хорошо. Отлично. Так, я подозреваю, что те, кто видео видели, уже его посмотрели. Да, подвисает, но, опять же, когда вы получите презентацию, вы сможете полные варианты всех интервью посмотреть без того, чтобы с вами это делило, как сейчас я вижу, участников у нас 111. Вот, когда вы будете смотреть это сами, то, я думаю, у вас получится. И вы увидите, что, во-первых, существует большое количество оригинальных акцентов, и люди, которые выучили английский и используют для работы, они тоже, в общем-то, несмотря на свои акценты, добиваются успехов. Так, что-то сегодня с точки зрения технологии не наш день. У меня теперь вместо слайдов белая страничка. Скажите, виден ли вам текущий слайд? Вот, вам везет, мне не очень. Я перезагружу страницу, вы меня не теряйте, я исчезну на время перезагрузки, потом вернусь. А вы пока подумайте, насколько акценты все-таки важны, исходя из тех, кто увидел видео, подумайте, насколько акцент важен, насколько он выдает иностранцы, насколько это плохо или хорошо. Так, я снова с вами, прошу прощения. Итак, акценты, как мы уже увидели, абсолютно не мешают людям добиться успеха. Что касается подбора слов и построения фраз, это тоже от многого зависит. Зависит от образования, пола, возраста, аудитории, которая вас слушает и так далее. Если вы впоследствии из этой презентации послушаете речь адвоката в суде и речь американца, живущего в гетто, который обращается к своим приятелям, вы увидите, что подбор слов и построения фраз отличаются очень сильно. Даже если мы возьмем людей, которые занимаются одной и той же работой, но они отличаются по возрасту. Вот здесь на слайде мы видим Мэгги Смит, которая играла профессора Магонокол в Гарри Поттере, и, собственно, сам Гарри Поттер Дэниел Редклифф. И говорят они об одном и том же, о том, как им надоедают фанаты. Вы по ссылкам сможете это прослушать, когда получите презентацию. А сейчас вот просто посмотрите на текст, как вам подбор слова и построение фраз. Одинаково выглядят или по-разному? Не вижу пока никаких сообщений в чате. Наверное, все внимательно читают. Мы можем увидеть, что у Дэниела, как у молодого человека, более эмоциональная речь, более простые слова. Да, различия действительно есть. Хорошо, заметили. Кто ничего не слышит, перезагрузите страницу. Видимо, из-за количества участников платформа с нами сегодня не очень дружит. Что касается ошибок. У нас ошибки был не самый популярный вариант, но ошибки делают все. Ошибки делают носители. Мы сами, как носители русского языка, тоже иногда допускаем ошибки. Вот мы можем посмотреть, например, на ошибки в постерах и названиях известных фильмов. Кто заметил ошибки? Можете написать в чате, в чем ошибка заключается. Хейтс, ага, молодцы. Здорово, еще видите. Нам не нужно здесь нот, потому что тут уже как бы отрицание встроено в эту фразу. Песню Бибера, к сожалению, не знаю или к счастью. Так, а в первом там плохо видно, но I shrunk the kids, а это третья форма. Нам нужна вторая, да? I shrunk the kids через A, тут через U. Вот, то есть от того, что допущены ошибки в названиях фильмов, фильмы менее популярными не стали, да? То есть и не в ошибках получается дело. В чем же дело? Перед тем, как впервые провести этот вебинар, я всерьез задалась этим вопросом и попросила моего знакомого носителя языка спросить своих друзей. В Америке, как они вообще реагируют на иностранцев и как они замечают, что человек откуда-то не отсюда, что он говорит, может быть, с акцентом, может быть, в другом порядке ставит слова, может быть, как-то еще. И как они к этому относятся, как они реагируют, как они начинают с этим человеком общаться. Как вы думаете, кстати, можно в чате написать, как они относятся к иностранцам в большинстве своем? Ну, вот вижу, да, нейтрально, нормально, лояльно, да, и некоторые даже более внимательно, они начинают прислушиваться, чтобы все-таки понять все, что человек говорит, и, может быть, замедлиться немножко, чтобы человеку было удобно с ними разговаривать. И вот среди разных ответов я получила такую метафору, что когда слышишь, что человек говорит на языке, как на неродном, это как будто он умел играть на одном инструменте, начал играть на похожем. Абсолютно теми же приемами. То есть, предположим, человек играл на классической гитаре, и он знает, как ставить пальцы, как перебирать струны, и когда он взял в руки бас-гитару, он решил применить абсолютно те же навыки. И если у человека есть музыкальный слух, у него, наверное, даже получилось и неплохо, какая-то музыка, какая-то мелодия у него вышла, да, но у него получилось не так, как у музыканта, который играет на бас-гитаре профессионально. Я надеюсь, метафора понятна, и это говорит о том, что мы какие-то идеи из родного языка, да, переносим в иностранный. Нас, скорее всего, понять можно, да, но звучит это не так, как могло бы. Итак, давайте посмотрим, как же это получается, что люди, изучающие иностранный язык, говорят неестественно. Что мешает говорить естественно? Во-первых, перевод. Перевод – это сложная мыслительная операция, и она нас очень замедляет, и иногда у нас получается не то, что могло бы, если бы мы не переводили. Это может быть неэффективный подход к обучению, когда тратится очень много сил, а результат получается очень незначительный. И отсутствие ситуации, где вы можете что-то перенять от носителя языка или более продвинутого пользователя. Что же делать? Как уйти от неестественной речи и попасть в естественную? Нужно отрабатывать функциональные фразы. Это, например, как вежливо спросить, как переспросить, если не понял, как согласиться, не согласиться, как что-то предложить, как извиниться и так далее. То есть они используются как готовые формулы, и вам не нужно их конструировать каждый раз заново. Если вы их знаете, вы можете использовать их в подходящей ситуации. Попадать в ситуации, где с вами могут поделиться речевым опытом. Это, например, путешествия, социальные сети, разговорные клубы для изучающих английский, занятия с преподавателем, естественно же. То есть если вы попадаете в общение с человеком, который говорит лучше, чем вы, вы от него просто можете позаимствовать хорошие фразы, конструкции, интонацию, скорость речи и так далее. И найти то, что, такой достаточно популярный сейчас термин, как помогающий практик. То есть это человек, который не только теоретически знает, как это выглядит, да, как, например, если кто-то из вас учился в советской школе, то мало какие преподаватели советской школы слышали хотя бы раз в жизни носители языка, читали книги на английском, смотрели фильмы и так далее. Сейчас большинство современных преподавателей имеет опыт общения с носителями, имеет опыт столкновения с англоязычной культурой. Даже если они не были в стране преподаваемого, изучаемого языка, да, то сейчас благодаря всем нашим ресурсам, особенно интернету, это сделать несложно. То есть человек, который сам учится и может помочь вам. Вот здорово, если у вас есть такой человек, и опять же студенты, которые приходят на занятия в нашу школу, имеют очень большой шанс такого человека встретить в лице своего преподавателя. Какие же подходы к обучению неэффективны? Неэффективны, когда студент получает только знания, а не умения, когда вы вывесили огромную таблицу 16 глагольных времен, и вам нужно ее зазубрить. Когда урок построен вокруг учителя? Учитель с хорошим произношением, в лучшем случае, вам вещает, сообщает какую-то информацию, а вы вот как молодой человек на слайдике дремлете. Когда вас ставят в ситуации, которые далеки от жизни? Все мы в школе учили про то, что Лондон из-за капитала в Грейт-Бриттен, никому эта информация не пригодилась. Не попадаем мы в такие ситуации, что мы могли бы кому-то рассказать про политическое устройство в Великобритании или полезные ископаемые Австралии. Что касается грамматика переводного метода, по которому многие из нас учились в школе, и после чего многие пишут в резюме английский со словарем, мы уже как бы на своей шкуре, так сказать, поняли, что метод не самый эффективный. Почему метод не самый эффективный? Потому что придуман он был давно и для изучения мертвых языков, древнегреческого и латыни, когда никто не ожидал, что ему придется говорить на этих языках, а нужно было только читать книги, ну и понимать, что там написано. Поэтому там используется очень много перевода, все правила грамматики на родном языке, нет смысла изучать их на языке, на котором говорить не будешь. И абсолютно нет никакой привязки к жизни человека. Что касается перевода, как я уже сказала, это процесс очень сложный, и иногда у нас получается не самый лучший вариант с помощью перевода, потому что не всегда есть точные соответствия слов, и грамматика в языках разная, русский, английский отличаются грамматически. Вот на слайде вы видите такую достаточно популярную шутку. Надеюсь, если среди нас есть выпускники МГИМО или студенты, они не обидятся. Наверняка сейчас их уже обучают там гораздо лучше. Всем ли понятно, в чем проблема? В чем здесь заключается шутка? О, шутили так сами всегда. Да, да. How much watch? Знакомо. Давайте-ка правильный вариант в чате пропишем, как на самом деле нужно спросить. What time is it? Правильно. Ответить как? Как? Да, what time is it? Правильный вариант. Есть у нас немного отличающиеся варианты. Посмотрите, что у вас поменялось местами. Oh, six hours тоже. Вариант неправильный. Как же сказать правильно? Six o'clock, it's six o'clock. Так, что у нас с продолжением? Все эти вопросы и ответы о том, что кому много, кому не много. Так, ну я думаю, вы в чате сообщения продолжите. Мы потом на них все обязательно посмотрим. Да, уже и семь стало часов. So late гораздо лучше, чем how much в этой ситуации. So late. Так, мы переходим дальше. И посмотрим, какие еще трудности может нам создать перевод. Иногда мы можем попасть просто в неловкую ситуацию. Потому что если мы по принципу русского предложения будем строить «я чувствую себя как I feel myself», то это как будто вы, например, упали, руку ушибли и проверяете, все ли с ней хорошо. Ну или в других местах люди еще могут себя щупать. И вообще это иногда может звучать совсем неоднозначно. Давайте посмотрим, какие еще здесь есть ошибки. Как мы можем их исправить? Так, без «myself» – это надо запомнить. Угу. С другими предложениями что? Со вторым. Ага. For you. Ага. I made a mistake. Great. Ага. И с последними двумя вопросами. Ага. At the bus stop. Отлично. What? What do you call it? And what do you think? Угу. Здорово. Молодцы. Итак, мы посмотрели, какие подходы неэффективны. Давайте узнаем, какие подходы эффективны. Эффективны, когда урок построен вокруг студента. Студент в центре, а преподаватель создает ему условия для развития. Студент совершает открытие под руководством преподавателя, а не пассивно прослушивает лекцию. То есть преподаватель, когда новую информацию какую-то студенту преподносит, он ему не сообщает все факты. Он ему задает наводящие вопросы, чтобы студент пошагово до этой информации дошел. Когда на уроке больше практики и меньше теории, то есть студент пришел чаще всего для того, чтобы говорить. Правда, все мы хотим научиться говорить. И даже всем известный вопрос о владении языком звучит как Do you speak English? Not do you know English grammar? Or can you tell me some rules? Поэтому говорение очень важно. И когда ситуации реалистичные. Когда вас не просят, ну вы прочитали текст, теперь перескажите. А когда вы просят поделиться мнением или представить себя одним из персонажей, что бы вы сделали дальше и так далее. Еще один важный момент, который здорово влияет на то, как естественно или неестественно мы говорим, это вот, смотрите, слово такое, которого в русском языке даже и нет, потому что в русской методике это было не принято. Это acquisition. Это когда мы как бы перенимаем, впитываем, вот как губка, осваивая родной язык, нам никто не говорит, что нужно ставить сначала подлежащее, потом сказуемое, потом дополнение в родительном падеже. Нет. Мы вот слушаем, как говорят наши родители и другие родственники, и за ними повторяем, и как-то вот интуитивно до всего этого доходим. И все структуры у нас получаются сами по себе. То же самое мы можем делать, общаясь с носителями, ну или с людьми, которые говорят лучше, чем мы. Мы можем от них просто позаимствовать готовые структуры, словарный запас, интонации и так далее. То есть если у нас есть такой шанс, это очень здорово влияет на естественность нашей речи. И хорошо, если вы решили заниматься с преподавателем, и видите, что он преподает по коммуникативной методике. Коммуникативная методика опирается на такие, что язык нужен для общения. Не для того, чтобы читать и переводить какие-то тексты, а именно для того, чтобы общаться. И вот этому общению, собственно, подчиняется все, что человек изучает. Поэтому все навыки, все языковые системы, что я имею в виду, это чтение, слушание, говорение, письмо. Вот это четыре основных навыка. Языковые системы, лексика, грамматика, произношение. Они все изучаются интегрированно, все изучаются в комплексе. Не бывает в коммуникативной методике урока исключительно грамматики или исключительно чтения. Все мы развиваем взаимосвязанно, и таким образом человек растет гармонично. Потому что бывает, например, ситуация, когда, предположим, вам для работы, для учебы пришлось читать какую-то литературу по-английски. В результате вы читали, читали, читали. Читать и понимать вы умеете хорошо говорить не можете, потому что говорением вы не занимались. То есть тут главное понять, что навыки – это нечто практическое. Это кататься на велосипеде, вязать крючком, ловить рыбу и так далее. Если вы это делаете, то вы это умеете делать. Если вы это не делаете, то есть я, например, не могу играть в футбол, если я буду смотреть каждый день по футбольному матчу, это не гарантирует то, что я выйду на поле и забью гол. Потому что у меня не будет практических навыков, даже если я прекрасно буду понимать все правила. Точно так же и в языке, если к нему подходим с коммуникативной точки зрения. Еще один принцип – это то, что ошибки – это часть процесса обучения. Ошибки, в отличие от советской школы, не выделяются красной ручкой. И мы, естественно, обращаем на них внимание, но мы стараемся их проработать и повторить то же самое без ошибок в следующий раз. Развиваем беглость в говорении и общаемся информативно, осмысленно и реалистично. То есть так, как люди в настоящей жизни. Вы можете посмотреть, например, кусочек слайда из одного из наших уроков, когда студенты-преподаватель задают друг другу вопросы. Можете посмотреть на вопросы, то, что, в общем-то, люди иногда спрашивают друг друга. Когда хотят поделиться каким-то жизненным опытом. То есть, как вы видите, вопросы заданы в Present Perfect. Дальше предлагается задать follow-up questions в Past Simple. Когда мы выясняем детали, мы уже переходим в другое время. И таким образом мы не просто с помощью каких-то упражнений отрабатываем эти глагольные времена, а в ситуации реальной беседы. Еще один момент. Выученная речь и подхваченная от кого-то, впитанная, как губка, она отличается. Давайте сейчас сами посмотрите, чем она отличается. Здесь у нас есть пара предложений. Владимир, отвечу сейчас на ваш вопрос через секунду. У нас есть пара предложений. Одну из которых в каждой паре я просто вырезала из личной переписки в чате. А второе написала сама, просто как бы сказал человек, выучивший язык. Пожалуйста, выберите в каждой паре, какое предложение написано носителем, а какое мной. Можно, чтобы много не писать, написать только слово носитель. Один-два, да, у нас в каждой паре есть один-два. Вот у нас мнения разошлись. Кто написал, что первое носитель, напишите почему. Так, ну, на самом деле, действительно, второй вариант – это вариант носителя. Пока я и не увидела объяснение, почему. Первое, да, четвертое, точно носитель. Ну, если все посчитать, да, I move to bed, тогда это будет четвертое. Угу. Во втором варианте больше разговорных выражений, больше фразовых глаголов, больше таких эмоциональных, да, то есть не просто там «have a breakfast», а «scoffed», что-то такое прямо сжевать срочно. И, таким образом, первые варианты предложений, они совершенно верны, они всем понятны. И в другой какой-то ситуации вполне возможно, что и носитель языка тоже может сказать это предложение. Но вот такая большая эмоциональность, какая-то легкость, да, игра со словами, она, конечно, больше присуща носителям. Поэтому трудно это выучить по учебнику, проще это перенять от говорящего человека. Владимир, который написал вопрос про преподавателя или разговорный клуб. Если вам несложно, у нас тут есть вкладочка «вопросы», напишите, пожалуйста, свой вопрос туда. Я потом в конце вебинара, если у кого-то есть еще такие общие вопросы, да, там не конкретно по слайду, пишите, пожалуйста, туда, потом мы обязательно все обсудим. Хорошо? Итак, глядя на все это, что мы сейчас рассмотрели, давайте посмотрим на следующее голосование. Если по речи, по вашей заметно, что вы не носитель, то что будет? Будут к вам относиться с предубеждением, либо будут слушать более внимательно, либо, может, не поймут полностью. Либо четвертый вариант закрылся. Вы не сможете общаться свободно. Да, вижу. Так, я вижу, что сейчас лидирует вариант, вас будут слушать более внимательно. Намного он опережает все остальные варианты. Ну, то есть, это неудивительно. Люди вообще чаще всего дружелюбные. Это во-первых. Во-вторых, в общении вот есть, да, два участника. Тот, кто передает информацию, тот, кто принимает информацию. Они же оба заинтересованы в том, чтобы информация дошла куда нужно. Да, то есть, если вам что-то говорит носитель английского, он хочет узнать, поняли вы это или нет. Он будет стараться сделать это понятным для вас. Если вы ему что-то говорите, он заинтересован в информации. Он, конечно же, будет вас слушать и помогать вам высказать вашу точку зрения. Так что, хорошо, что у нас нет никаких ограничивающих убеждений, что к нам будут все носители относиться с предубеждением. Здорово, что все настроены позитивно. Вот скажите, пожалуйста, возникали ли у вас такие мысли, перечисленные на этом слайде, что английский это сложно, грамматику не выучу я никогда в жизни, и способностей к языкам у меня нет, и говорить по-английски я не смогу, и ошибки это вообще стыд и позор. Да, там кто-то прокомментировал, что я так сказала, но это же я так сказала, может быть у вас другой опыт, может вы с другим столкнулись. Какие из этих мыслей у вас возникали, пожалуйста, отметьте в голосовании. Я вижу, что про ошибки сейчас у нас самый популярный вариант, и его догоняет, что не смогу говорить свободно по-английски. У кого не возникали такие мысли, это вообще здорово на самом деле. Отлично. Потому что такие мысли, как вы понимаете, нам мешают двигаться вперед. Они нас останавливают, и зачем нам попадать в ситуацию, когда очень стыдно, или там, где я могу делать все только плохо. Мы стараемся в такие ситуации не попадать. Так, сейчас у нас поменялся лидер, самый популярный, не смогу говорить свободно по-английски. И ошибки с небольшим отрывом на втором месте. Я никогда не выучилась в эту грамматику на третьем. Как такие мысли отогнать, я сейчас расскажу. Такие мысли, кроме того, что начать заниматься, нужно еще знать, как заниматься. Такие мысли мы можем назвать ограничивающими убеждениями. То есть у человека могут быть убеждения, которые ему помогают. Я молодец, у меня получится, я справлюсь с английским. Даже если меня не поймут, я объясню на пальцах. Если я сделаю ошибку, ничего страшного. Когда у человека есть такие убеждения, они ему помогают. А я боюсь делать ошибки, я никогда не научусь. Это нас ограничивает, загоняет в рамки. И если мы думаем, что мы можем говорить или не можем говорить, мы одинаково правы, потому что мы себя в эту ситуацию помещаем. И если не можем, то и не делаем, получается. С ними бороться нелегко, особенно самостоятельно. Но нелегко, значит невозможно. Что можно делать? Можно, во-первых, попадать в ситуации, где у вас получается, но это не всегда легко делать в одиночку. Тем не менее, можно попробовать и можно заниматься самостоятельно, если хватает у вас мотивации и силы воли заниматься каждый день. Кроме этого, привязывайте к распорядку дня. То есть у вас наверняка есть какие-то рутины, в которые вы можете встроить английский. Например, утром вы проснулись, приняли душ, сделали себе кофе и смотрите, что происходит в Фейсбуке. Вместо этого вы можете просматривать какие-то англоязычные новостные сайты. Все равно, на самом деле, не так уж вам важно, что там в Фейсбуке происходит, кто там не прав. А у вас просто есть привычка куда-то в экран уставиться, пока вы утром пьете кофе и просыпаетесь. Ну, просыпайтесь с английским. Или, например, на работе, когда у вас есть свободное время, вы предпочитаете разложить пассианско-сымку. Сделайте вместо этого что-то, связанное с английским. Посмотрите ролик на Ютубе, например. Еще хорошая идея держать материалы на виду, чтобы они вам попадались на глаза, потому что сесть и 45 минут, как школьник, делать урок, конечно, ни у какого взрослого работающего человека не получится. Если у вас распечатанные какие-то штуки прямо лежат рядом с компьютером, если у вас открыты вкладки, в которых вы что-то можете делать, если у вас есть мобильные приложения, берете телефон и он вам напоминает, что вы можете тут слова получить, то тогда вам проще найти 10 раз по 5 минут в течение дня или 20 раз по 2,5 минуты, чем 1 раз в 50. И ставить реальные цели. То есть если вы начинаете с нуля и ждете, ну, когда же я свободно заговорю, то это, во-первых, очень далеко, во-вторых, это огромный слон. Слона этого нужно делить на кусочки. Очень здорово, если вы можете погрузиться в среду. Где-то там я видела комментарий, что лучше всего поехать в страну изучаемого языка. Да. Но не все мы можем это сделать прямо сегодня. Сейчас, к счастью, благодаря интернету, кстати, вчера 25 лет исполнилось нашему любимому интернету, очень легко погрузиться в среду. Вы можете слушать музыку, радио, смотреть телепередачи, фильмы, читать книги, статьи, пользоваться соцсетями. Есть специальные сайты языкового обмена. Кто-то же хочет и русский выучить с помощью вас как носителя. Различные мобильные приложения. Сейчас масса всего, что поможет вам вокруг себя как можно больше английской речи создать. При этом очень важно работать над всеми аспектами языка. То есть, если вы будете только слушать, вы научитесь классно слушать. Если вы будете только делать упражнения по грамматике, вы научитесь только делать упражнения по грамматике. Вы не научитесь говорить. Пример про футбол помним. Я сейчас поделюсь с вами ссылками. Отсюда они не кликабельны. Когда вы получите презентацию в рассылке, вы сможете все это просмотреть, изучить. Выбрать себе такие сайты, которые вам нравятся. Даже если у вас сейчас уровень самый-самый начинающий, вам все равно полезно как можно больше вокруг себя слышать английской речи. Потому что вы начинаете ее впитывать. Даже если вы ничего не понимаете, вы улавливаете интонацию, темп и так далее. Потом вы среди этого начнете различать какие-то знакомые слова. Ну и когда ваш уровень немножко подрастет, или если он уже хорош, то вы можете очень много всего делать для того, чтобы развивать навыки слушания. Ну вот, например, по первой ссылке огромное количество диалогов, монологов, они записаны, достаточно реалистично разыграны актерами какими-то или волонтерами, на темы, которые, в общем-то, могут вам пригодиться и в поездках, и на работе, и в учебе, и в различных других ситуациях. Они поделены на уровне, к ним есть масса заданий, то есть это такой прям готовый, полноценный урок. «Listen a minute» по названию понятно, что это коротенькие отрывки для слушания, если у вас есть две минуты, вот как раз вы справитесь. За минуту послушайте, еще в минуту осознаете и поделайте какие-то задания. На сайте ella.org есть записи с различными акцентами, какие только можно придумать, то есть там какой-нибудь филиппинец и чех, или новозеландец и канадец разговаривают, то, что, возможно, нечасто вам попадается, для того, чтобы ухо потренировалось различать различные акценты и адаптироваться к ним. Многим для работы, например, требуется такая вот гибкость, да, клиенты то оттуда, то отсюда попадаются. Сайт, который в чате сейчас, Андрей, вы с нами поделились, я, честно говоря, не знаю. Ну, наверное, тоже неплохой. Так, я прямо даже ссылку скопирую. Мне тоже интересно, спасибо. Если у вас есть какие-то ссылки, делитесь, пожалуйста, в чате, будет очень здорово. www.ingv.com наверняка такое тоже вы слышали. Там есть такие коротенькие видео лекции от преподавателей-носителей. Можно и, в общем, много всего совместить. И послушать носителя, и какой-то кусочек грамматики, или лексики новой выучить, или каких-то, опять же, функциональных фраз и так далее. Что еще такое хорошее пропустило? Voice of America на четвертом слайде. У них там масса информации для изучающих. У кого уже с английским совсем все хорошо? TED.com. Отличные лекции. Даже не лекции, а выступления на различные темы. Если кто-то пользовался, я думаю, сейчас какой-нибудь восторженный комментарий в чате мы увидим. Как мы тренируем аудирование на уроках? Во-первых, мы готовимся к восприятию, потому что в реальной ситуации у нас всегда есть какие-то ожидания, что мы услышим. Мы тренируем разные типы слушания для того, чтобы понять общий смысл. Или какой-то один маленький кусочек, как, например, вы ждете, чтобы объявили ваш рейс, вы фильтруете информацию на предмет того, ваш это или не ваш. Как научиться это делать? Мы тренируемся на уроках. Слушаем спикеров с различными акцентами. И плюс еще студентам нашей школы доступны фильмы в оригинале с умными субтитрами. Вот мы посмотрим сейчас на кусочек урока. На следующем слайде. Так, у меня не переключается. Субтитрами нет мотивации понимать текст. Данил, напишите тоже туда вопрос, я сейчас, чтобы не отвлекаться, а потом отвечу. Хорошо. Вот кусочек сослушания. Сначала студент выбирает, что он думает на тему. Пение полезно это или не полезно для здоровья, надо или не надо дышать правильно и так далее. А потом слушает и проверяет. То есть сначала он активизировал у себя все знания по-английски на тему пения, а потом проверил. И продолжим. Следующий навык это чтение. Вот еще ряд полезных ссылок. Отличный ресурс Breaking News English. Там есть такие выжимки из каких-то интересных статей, которые вышли на днях. Пополняется несколько статей в месяц. Там 7, 8, 10, смотря сколько интересных новостей за месяц произошло. Они есть адаптированы для разных уровней. Ссылки на оригинальные. И масса упражнений тоже можно провести много времени и получить много пользы. По шестой ссылке огромное хранилище скриптов, как это по-русски называется, сценариев для фильмов. Можно фильм не только посмотреть, но и почитать, так разобрать, проработать, если у вас есть время, позаимствовать оттуда какие-то фразы, потом уже посмотреть, с пониманием дела еще раз послушать, как это говорят. Так можно проработать какой-то фильм, который вы уже видели. Новый будет не очень интересно. Ну и все остальные ссылки тоже какую-то полезную информацию и ресурсы для чтения, конечно же, вам дадут. Что мы делаем с чтением на уроках? Опять же, мы готовимся к тому, чтобы воспринять этот текст, активизируем нужную полочку, сохраняющуюся на ней информацией, тренируем разные типы чтения тоже, чтобы просмотреть и найти одну фамилию в списке, как это уметь делать быстро, как можно больше деталей поймать, как общий смысл быстро за минуту улавливать и так далее. Учимся развивать догадку, что важно. Студенты наши читают на уроке, читают в домашних заданиях и, кроме этого, еще есть очень интересные у нас рассылки. Если среди присутствующих здесь есть наши студенты, надеюсь, поделятся впечатлениями от рассылок. Вот мы посмотрим, как может выглядеть задание. Задание – прочитать статью, только вступительная часть к статье, и определить общий смысл. То есть никогда нет задания, прочитайте и поймите каждое слово, как в школе мы читали, вслух и переводили. А нам нужно понять, вступление у нас оптимистичное или пессимистичное, и почему. То есть только снять сливки. Самое главное. Что касается письма, сейчас тоже есть очень много ресурсов для тренировки онлайн. Например, вот последняя ссылка, интересный такой сервис, вы можете там оставить какой-то свой написанный фрагмент, и его проверит носитель, напишет вам свои комментарии, и вы взамен проверите кому-то что-то написанное по-русски. Если вам хочется писать уже что-то такое прямо creative writing, вы можете по пятой ссылке получать какие-то идеи, о чем бы вы могли написать, и смотреть, что пишут другие на эти же темы. Можно общаться на форумах для изучающих английский, ну и опять же на том же ingwit.com можно посмотреть видео про то, как улучшить свое письмо. Для наших студентов есть такой инструмент, как эссе. После урока они это получают в виде домашнего задания. Это, естественно, основано на материалах урока. Как вы видите, здесь история в прошедшем времени. Значит, явно пастсимпл тренировался в течение урока, и какие-то ситуации, трудности тоже рассматривались. И вот смотрите, сколько подробных вопросов. Если все их связать в такую связанную историю, то получится вполне интересный кусочек creative writing. Что касается устной речи, то, конечно же, здорово, когда вы можете с кем-то пообщаться, особенно с кем-то, кто не говорит по-русски. Это не обязательно должен быть носитель. Если ваш уровень еще, скажем так, ниже, чем intermediate, вам лучше найти носителя каких-то других языков, который тоже изучает английский. Вот моя, например, одна студентка при intermediate общалась с девушкой из Румынии, которая изучает английский. То есть они были примерно на одном уровне, им было удобно, они друг другу помогали, как-то вместе говорили, пытались друг друга понять, и получали много пользы. Здесь есть ссылки на сайты языкового обмена различные. Может, вы какими-то пользовались, можете поделиться впечатлениями. Может, вы пользовались какими-то другими, тоже давайте ссылки. Удобно, что вы можете найти людей разного возраста, опять же, с разными языками. Даже по интересам можно подобрать, и вы можете тоже кому-то принести пользу, как носитель русского языка. Понятно, что, как и на любом сайте, где люди могут знакомиться, вы не застрахованы от тех случаев, когда какие-то с огромным количеством ошибок печатающие товарищи будут вам писать «Hello, beautiful!» и так далее. Но вы можете эти сообщения игнорировать и найти себе интересного собеседника, который заинтересован именно в изучении иностранного языка. Что происходит у нас на уроках? Самое главное – это то, что студенты говорят как минимум вдвое дольше, чем преподаватели. Преподаватель вам создает ситуацию, чтобы вам было о чем поговорить, было как бы чем поговорить, то есть у вас была необходима лексика и грамматика, и задает вам вопросы, на которые вам интересно ответить, ну и поощряет вас в процессе, чтобы вы говорили как можно больше. Что касается словарного запаса, тоже многие хотели бы его расширить. Неплохой способ – это с помощью песен. Если вы слушаете любимую песню, вам хочется подпевать, вы запомнили тексты, таким образом вы запомнили не только отдельные слова, но и фразы целой конструкции. Вот есть масса ресурсов, где можно найти тексты песен. Осваивать типичные фразы для стандартных ситуаций, мы раньше проговорили какие-то о ней, изучать слова по темам, вот вы по ссылкам можете все это найти, и использовать различные приложения. Потом у вас все это будет кликабельно, вы посмотрите, что можно делать. Улучшить произношение можно прежде всего, поработав над звуками. Смотря какой вариант английского вам больше нравится, американский или британский, вы можете по одной из этих ссылок проработать изолированные звуки. Подражать носителям языка – это самое простое. Да, понимаю, что easy, set, done, done, но тем не менее, когда мы за кем-то повторяем, нам не важно знать теорию, нам нужно просто представить себя этим человеком, может быть, как-то мимику свою поменять, и у нас получится без скучной изобрежки. Вы можете найти просто каналы на YouTube, где вам нравится этот спикер. Вы можете подражать, например, своим любимым актерам, найти интервью и пытаться за ними проговорить фразы так, как они. И вот есть ресурсы с британским и американским произношением, где вы можете найти тоже массу полезной информации, полезных видео и улучшить свое произношение. Что касается грамматики, очень многие при виде грамматики вздыхают, закатывают глаза, вспоминают школу. Да, грамматика – это не самое увлекательное занятие в мире, но можно ее подтянуть в нестандартной ситуации, например, с помощью различных игр, онлайн-тестов. Те, у кого слуховой канал восприятия ведущих, кто лучше учится на слух, им помогут грамматические подкасты, можно даже видеоуроки по грамматике посмотреть. То есть сейчас вариантов очень много. И несколько моментов, которые сложно сделать самому, это повышать интеллектуальную самооценку. То есть благодаря средней школе и другим ситуациям многие из нас думают, что я недостаточно хорош, недостаточно умен, учиться это сложно, и у меня не выйдет. И нужно ставить себя в такую ситуацию, чтобы вы поверили в обратное, что я хорош и умен, и у меня выйдет. Для этого очень важно иметь положительный опыт общения на английском. Если вы занимаетесь самостоятельно, вам нужно искать тогда какие-то ресурсы. Те же сайты обмена, или, например, во многих крупных городах есть разговорные клубы, где вы можете пообщаться на английском с носителями или с неносителями, но все равно пообщаться. И если вы там почувствуете, что я молодец, то у вас будут появляться положительные установки. В замену отрицательным. Как можем помочь мы? Если вы решите, что с нами вам будет проще и веселей, то, как я уже сказала, мы вам предложим удобный формат преподавателя мечты и нашу уникальную платформу для занятий. Сейчас покажу пару скриншотов с нашей платформы. В нашем виртуальном классе интерактивные материалы и упражнения. Все происходит синхронно. То есть преподаватель видит и слышит, что вы делаете сейчас и мгновенно реагирует. Есть домашнее задание с автопроверкой и встроенный словарь. Вот покажу пару слайдов. Вы видите много интерактивных заданий по принципу drag and drop, match. Есть аудио, которое можно прослушать на уроке, сортировка и так далее. Мы работаем по комплексному подходу, по коммуникативной методике. Развиваем на уроке все навыки, все системы сразу. У нас есть уроки practical English, где вы научитесь, как правильно себя вести с точки зрения языка в ситуациях общения в аэропорту, в отеле, ресторане, магазине и так далее. То есть то, что, возможно, вам понадобится при поездке за границу. И у нас компетентные преподаватели. Все работают по одному подходу и все используют платформу. Все преподаватели проходят тренинги по методике, все знают, как именно вас учить, используя коммуникативный подход. Все проходят тренинги по психологии. То есть вот все, что я рассказала про убеждения, как ограничивающие заменить поддерживающими, как научить вас не бояться ошибок, как помочь вам преодолеть все барьеры. Наши преподаватели все это знают и регулярно тренируют и отрабатывают практически. На уроке преподаватель говорит меньше, чем студент, и студент у нас в центре урока. Материалами школы можно пользоваться офлайн студенту в свободное время между занятиями. Пройденные уроки доступны офлайн. И небольшой подарок всем участникам вебинара. При первой оплате вы получаете два бесплатных урока, если вводите промокод SpeakNatural. Действует акция до 7 сентября, так что поторопитесь. И ссылки на наши группы в соцсетях, наша рассылка. И сейчас я посмотрю на вопросы. Так, что эффективнее, разговорные клубы или общение с преподавателем? Я бы сказала, эффективнее их комбинация. Потому что разговорные клубы это практика говорения. На разговорном клубе вам, скорее всего, на хорошем разговорном клубе дадут какие-то материалы заранее, чтобы вы проработали это, например, определенную лексику. Но вам, скорее всего, не дадут такого полноценного фидбэка, как преподавателя, который с вами общается один на один. То есть здорово, когда вы с преподавателем как бы накапливаете, а потом в разговорном клубе все это реализуете на практике. У наших студентов тоже есть бесплатные разговорные клубы. Можно совмещать как раз эти два способа. Во сколько лет стоит начинать изучение языка? Насколько я знаю, самому старшему студенту в нашей школе за 90 уже. Не помню точно сколько, но больше 90, и он занимается и нормально. И жена его, которая 80, с большим хвостиком, занимается тоже. Поэтому никогда не рано начинать и никогда не поздно. Три раза в неделю разговорный клуб. Стоит ли в остальные три дня в неделю найти в каком-то чате носителя языка и общаться с ним? Ну, Сергей, если у вас есть время, чем больше вы занимаетесь, тем лучше. Конечно, если вы будете общаться еще дополнительно, то будет здорово, но один момент. Вам пока с носителем на уровне элементария будет общаться очень трудно. То есть вам нужно найти не носителя, а просто другого изучающего английский, у которого родной язык не русский. Вот тогда вам будет вместе интересно. про субтитры. Смысл в субтитрах есть вот какой. Смотря, во-первых, для чего вы смотрите. То есть тут много можно об этом говорить. Я сейчас быстро расскажу основные моменты. Надо, наверное, отдельный вебинар про то, как смотреть фильмы с субтитрами и без. Если у вас много времени, вы можете сделать так. Посмотрели серию сериала сначала безо всяких субтитров. Вы все равно уловили общий смысл хотя бы по картинке. И вы знаете, что вот в этот момент, когда они там как-то быстро о чем-то разговаривали, там и махали руками, вы не поняли чего-то. И вы можете в следующий раз то же самое просмотреть с субтитрами и на этом моменте можно остановиться и почитать внимательно. Почему же я не понял? Может, они какие-то там звуки глотают, соединяют и так далее. Может, просто очень быстро говорят. Может, там фразовые глаголы, может, какой-то сленг попался. И поэтому я не понял. Может быть и так. Еще есть смысл в субтитрах на английском, чтобы у кого со слушанием пока еще не очень хорошо. Когда вы видите, слышите и еще пытаетесь сами проговаривать, у вас работают все виды памяти и у вас формируются такие 3D-модели слов в голове. И если вы такое будете периодически делать, не надо так весь фильм повторять, потому что вы просто очень устанете. буквально по 5 минут, у вас очень просто в целом улучшится уровень понимания на слух. Так что попробуйте. Смысл в субтитрах есть. Все время, конечно, смотреть вместе с субтитрами, тогда, конечно, мотивация немножко снижается. Какой лучше английский на данный момент изучать? Американский или британский? Ну, понимаете, зависит от того, зачем вы его изучаете. То есть для человека, который собирается в одну из этих стран эмигрировать, ответ очевиден. Для человека, который изучает как бы без привязки к стране, абсолютно нет никакой разницы, потому что у вас есть какая-то цель, да, и вы ее решите с любым вариантом. Вы ее достигнете, проблемы свои, которые связаны с английским, решите с любым вариантом, с американским или британским. Сейчас гораздо больше людей, которые говорят на английском как на неродном, чем на родном. Поэтому, чтобы вы не выучили, у вас все получится. Англоязычный преподаватель, его стоит рассматривать, стоит его рассматривать независимо от вашего уровня, а зависимо от вашей уверенности, насколько этот преподаватель профессионален. Потому что можно преподавать английский даже бегиннерам, абсолютно не используя их родной язык. Если ваш потенциальный англоязычный преподаватель это может делать, то это отлично. Если не может, то не стоит тогда пробовать. В любом случае попробовать всегда можно. Например, наши студенты имеют возможность пробного урока бесплатно. Можно попробовать. Абсолютно на любом уровне. Тут зависит исключительно от квалификации преподавателя. Как лучше освоить перевод медицинских и юридических текстов? Очень интересный вопрос. Я не перевожу медицинские и юридические тексты, к счастью. Я думаю, как и любой навык можно освоить только с помощью тренировки. Если вам зачем-то нужно эти тексты переводить, то нужно просто их переводить и переводить и переводить. Или читать тексты на английском, тексты на русском и улавливать какие-то закономерности, какие фразы чему соответствуют. Но опять же хочу сказать, что мы сегодня с вами рассматривали сайты для тренировки того, сайты для тренировки всего. Не было у нас сайтов для тренировки перевода. То есть, если это ваша профессия переводчик медицинских текстов, то вам тогда нужен этот навык. Человеку, который не занимается переводами профессионально, в общем-то, и не нужно уметь тексты переводить, перевод не входит сейчас в основные навыки. Перевод – это очень сложная манипуляция, четыре зоны мозга в нем задействованы, и это очень сложно постоянно переключаться, поэтому, если вам это не нужно для работы, то, скажем так, слишком много ресурсов вы потратите на то, чтобы научиться переводить. Я надеюсь, что я на все вопросы, по крайней мере, которые во вкладке вопроса были. Если что-то еще есть, можно еще написать сюда в чат. Видела что-то про мультики. Мультики – это шикарно, можно мультики смотреть. Получить презентацию получите в рассылке. Если больше нет никаких вопросов, то хотелось бы всех поблагодарить за активное участие. Такое огромное количество вопросов у нас сегодня было. Я надеюсь, что я ничего не пропустила. Нет, что-то я пропустила. Не понравился мой преподаватель, вернули деньги, хочу другого попробовать, вдруг будет лучше, нужно ли платить за урок пробный, TOEFL. TOEFL у вас такая шикарная цель. Я думаю, что вам нужно обратиться в школу, в администрацию. Я не могу решать эти вопросы. Я думаю, что вам найдут другого хорошего преподавателя. у нас есть отличные преподаватели в подготовке к TOEFL. Я вот просто знаю. Знаю это абсолютно точно. И если эти преподаватели свободны и смогут вас взять, я думаю, что вы не пожалеете, и вам понравится, и успешно подготовитесь к экзамену. Обратитесь, пожалуйста, в администрацию школы. У нас их несколько, это точно. Вы просто, когда обратитесь, убедитесь, что преподавателя, который вам рекомендует, у него есть опыт подготовки к TOEFL. Наверняка вам попадется очень классный. Итак, всем спасибо еще раз за участие. Надеюсь, что информация была вам полезной. Надеюсь, что ресурсы, которые вы сможете получить в презентации, вам пригодятся и помогут вам говорить, естественно. Всем хорошего вечера. Успехов в изучении английского. Надеюсь, что до новых встреч. До свидания.